Мы сегодня с вами будем готовить рыбу фаршированную с грибами, с речным соусом и жаренными овощами. Задание ясно, обязательный инструктаж пройден, можно приступать к готовке. Для этих шестерых будущих шеф-поваров, а ныне студентов республиканских колледжей, приготовить две порции рыбы за три часа не проблема. Гораздо сложнее строго следовать выданному рецепту. Как бы не хотелось им поэкспериментировать с продуктами и приправами, условиями конкурса это запрещено. Я бы красиво украсила его, просто там не особо красиво получается, а как я хочу, не получится украсть, потому что не входят овощи, которые я хочу туда добавить. Я добавила бы, как вам сказать, немного специй, добавила бы кабочки, и их тело бы красиво украсила бы. Например, из них я могла бы делать цветочки, но если разрешат, я сделаю их. И хоть они только делают свои первые шаги, почерк у каждого мастера уже свой. А еще их отличает скромность и жажда знаний. Конечно же, мечтаю стать большим поваром, поваром именно, вот пойти даже по профессии, вот, ну, чтобы работать в престижном месте, в ресторане самом. Вот так, конечно же, пока учеба, учеба, еще раз учеба, пока не достигнут того уровня, который достигли многие повара. За ходом конкурса внимательно следят судьи. Учитывают многое – соблюдение нормы, правил приготовления, чистоту рабочего места и, конечно же, вкусовые качества самих блюд. Заключительным этапом – это будет блюдо, которое они приготовят, где они покажут свои все умения, навыки, креативность, подачу, сочетаемость продуктов. Сейчас очень модно сочетать сочетаемость с несочетаемостью, поэтому мы посмотрим, что предложат нам. Родиной конкурса профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья стала Япония. Однако очень быстро конкурс стал международным. С 2014 года в нем также участвует Россия. Вообще, чемпионат, который проводится в рамках государственной программы «Доступная среда», является главной площадкой для того, чтобы молодые люди с ограниченными возможностями здоровья могли продемонстрировать свои профессиональные навыки. И прежде всего для работодателей, потому что главная цель, и этот чемпионат очень часто называют чемпионатом равных возможностей, главная цель чемпионата – все-таки социализация и трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья, трудоустройство участников данного чемпионата. Со своей задачей чемпионат справляется удачно. Несколько работодателей внимательно следили за конкурсом и уже готовы предоставить молодым специалистам рабочие места. Они целеустремленные, потому что у них есть планка, и даже больше, чем все остальные, они стремятся к какой-то высоте. Мы будем рассматривать кандидатуру этих ребят для дальнейшего сотрудничества на нашей фирме. Наверняка получит хорошую работу Роман Батагов. По крайней мере, в этом конкурсе победил он. А в профессию юноша, по его словам, попал по зову сердца. Просто пришел в этот техникум, не раздумывая, почему-то выбрал повара. А так, да, эта профессия в многом дает жизни и влияет на нее. Даже те же друзья, как вы говорите, на те же самые дни рождения просят приготовить что-нибудь такое необычное. Каждый участник чемпионата получил дипломы и подарки от спонсоров. А Роман будет представлять республику в финале всероссийского конкурса, который состоится с 30 ноября по 3 декабря в Москве. Эрнест Чуков, Станислав Сушков, Архиз, 24.